Приветствую вас, дамы и господа. Об игре, о которой сегодня пойдёт речь, я узнал совершенно случайно. В ходе очередного обсуждения на стриме плачевного состояния шутеров, один из зрителей посоветовал посмотреть трейлер Grey Zone Warfare. Он оказался очень тактикульным, неторопливым и крайне амбициозным. В нижней части экрана гордо красовалась надпись «Настоящий геймплей при альфа-версии. Дальше будет, только лучше». В эпоху засилья трейлеров, где обычно красуется надпись «Ненастоящий геймплей, ролик на движке», но это оказалось достаточно интригующим заявлением, и я полез искать подробности об игре, её авторах и ходе разработки. Grey Zone разрабатывается студией Madfinger Games, основанной в 2008 году выходцами из Illusion Softworks, приложившими руку к той самой мафии. Правда, в составе новой студии они создавали игры не для ПК, а для мобильных устройств, но их проекты неплохо принимались игроками, и основные претензии касались не геймплея, а скудной поддержки. Впрочем, судя по ежегодным релизам новых игр с 2010 по 2015 год, ребята из Madfinger и не собирались дарить своим мобильным детищам долгую жизнь. В какой-то момент студии стало тесно на крошечных экранах мобилок, и она решила ворваться в мир больших мониторов, заняв место в нише, которую создал Escape from Tarkov — ниши MMOFPS. Название игры выбрано не случайно, оно в некоторой степени характеризует как сеттинг, так и геймплей. Grey Zone Warfare — это термин, которым Пентагон называет «пограничное состояние между мирной жизнью и полноценной войной», где орудуют не группы армии, а спецподразделения и ЧВК. Игроку достанется роль бывшего спецназовца, завербованного одной из трех частных военных компаний для выполнения различных заданий. Но хранить верность выбранной организации не обязательно, всегда можно стать отступником и начать вести дела с местными вооруженными группировками. Местным действием станет вымышленная страна Ламанг, расположенная где-то в юго-восточной Азии. Кровавый диктатор, угнетенное население и все прочие атрибуты, намекающие на скорое насаждение демократии, прилагаются. В центре событий загадочная катастрофа, которую кто-то называет техногенной, кто-то природной, а кто-то обвиняет во всем старых добрых инопланетян. Что же произошло на самом деле, предстоит выяснить игроку. Разработчики приготовили взрослую историю, состоящую из 150 квестов, причем по мере развития игры их количество будет увеличиваться. Площадь игровой зоны составляет 42 квадратных километра, что примерно в 27 раз больше карты Лес и Старкова. Одновременно на ней может присутствовать до 48 игроков и около тысячи ботов. Двигать сюжет и выдавать задания будут особые персонажи, очень похожие на торговцев из Таркуши. Всего их запланировано 6, но в ранний доступ приедут только трое из них. Это Антон Пушечный Джексон, местный прапор, Лайо Ханг, местный механик, видимо, добирался в Ламанг через Таиланд, и Джеймс Миллер, егерь. Вот пара примеров их заданий. Найти и пометить несколько тайников, осмотреть поселок и найти документы, осмотреть оружейный склад в форте. Причем, по словам разработчиков, в основе заданий лежит реализм и внутренняя логика, поэтому они не хотят заставлять игроков собирать тонну бесполезного мусора. Так что задания из серии «Найти в рейде 4 пачки банановых чипсов Слайс» не намечаются. А жаль. Зато игрока ждет живой мир без фиксированных спавнов и событий в ходе выполнения квестов, поэтому у кого-то разведывательная миссия будет прогулкой в парке, а кто-то окажется в кровавой бане из-за стычки с патрулем. Плюс сами задания могут быть нелинейными, и, например, взяв квест у одного персонажа, вы можете получить альтернативное предложение от другого. Выбор стороны будет влиять не только на награду, но и на репутацию, которая, в свою очередь, влияет на возможности взаимодействия с NPC. Теперь о геймплее. Это неторопливый милсим. Оценить степень симуляции по одному трейлеру проблематично, но, судя по всему, подвезут регулировку скорости ходьбы. Необходимо следить за уровнем сытости и гидрации персонажа, а вот здоровья как такового не будет. Его заменит комбинация количества крови и сохранность жизненно важных органов. В общем, элементы с Белл на месте. Стрельба приятная, отдача присутствует, а вот чертово подавление, превращающее экран в кусок непрозрачного мыла, отсутствует. Я покадрово отсмотрел сцену, где в персонажа стреляют и не увидел ни одного мыльного пикселя. Персонаж получает смертельный урон, но никакого размытия. Разве это не прекрасно? Также ходят слухи, что в Грейзоун реализуют систему ревайва союзников. У игрока будет две минуты на то, чтобы провести переливание крови и реанимировать тиммейта. Но это не точно. Еще одна спекуляция касается матчмейкинга. Учитывая площадь игровой зоны в 42 квадратных километра и небольшое для такой карты число игроков, складывается впечатление, что в Грейзоун не будет традиционного сбора лобби, и игроки будут входить в рейд и выходить из него по своему усмотрению. Представляете, сколько времени сэкономит игроку такая система? Что касается способа выбраться в рейд, то их как минимум два. На своих двоих у края карты или с комфортом на вертолете к разведанным ранее посадочным зонам. В первом случае вас встретят комары до пальмы, во втором они же, но в компании повстанцев, вражеских ЧВК и прочих вооруженных личностей. Долго идти или быстро умереть? Выбор за вами. Хотя рано или поздно даже самым тактикульным СБУ комарам придется воспользоваться вертолетом, потому что вернуться в базовый лагерь можно только с его помощью. Вызывайте литл в посадочной зоне, не опоздайте к точке рандеву и с полным рюкзаком лута отправляйтесь домой планировать следующую вылазку. Ознакомившись с игровым циклом и почитав дневники разработчиков, лично у меня сложилось впечатление, что ребята из Madfinger Games взяли Тарков, разобрали его на компоненты, откинули то, что по их мнению не работает, кое-что творчески переосмыслили, собрали все обратно и получили Грейзоун. Отличный подход, тем более что велосипед уже изобретен, нужно только снять с него шипастые сиденья и поменять квадратные колеса на круглые. Хотя наполнение мира будет явно победнее и попроще Тарковского, на скриншоте в разгрузке лежит иболин, который в реальной жизни иболгин, чешское торговое название бупрофена. Казалось бы, какая ерунда, ну чешский бупрофен, ну в Юго-Восточной Азии, но Тарковскую притягательность таким подходом явно не повторить. А для игры, ставящей во главу угла реализм и иммерсивность, это не очень хорошо. Плюс я немного переживаю за проклятие Сплендера. Каждая игра, которую я очень жду, оказывается абсолютно неиграбельным мусором. Надеюсь, Грейзоун станет исключением, а Ламанг окажется пусть и недружелюбным, но очень интересным местом. А на сегодня всё. Спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся в Серой Зоне.